И вот эти вот, как бы, прыгающие пальцы. В целом, это один из неких таких тестов на адекватность, да, что если человек вдруг подобные партии, вот эти вот, играет пауэр-аккордами, что это значит? Это значит, что он ни хера не слышит собачьего просто, и не удосужился смотреть даже, как в оригинале это играется. И самое главное, что он просто не... Он просто полез в табы. Потому что в табах, да, конечно, Майстер Паппес написано, что он там... Вот такой вот весь. Они все, как бы, я не знаю, кто это придумал, но в табах, там, где идут квинты, на самом деле, любые интересы, зачем-то они рисуют пауэр-аккорды. В итоге чувак все равно играет, как бы, ничего не слышно, просто он мучается зря. Поэтому это все маркеры сразу, как бы, гитарные новичковости, неадекватности. Аккорды обычно, как бы, двор-эдишн. То есть, допустим, Хэммит не сможет так сыграть. Здесь просто вот эти особенно мертвые ноты, это вот рвота осла. То есть, очень слабые ручки. То есть, все вот эти скретчи нужно реально нормально вламывать, стягать просто, пороть нагайкой. То есть, опять же, в этом плане слава Кобейна, у него все-таки, ну, не такой далеко хлеб. Он говорит, типа, «О, Нирвана, простые партии, блядь, там все». И далее. Ну, вот, как бы, у Кобейна это не звучит, как сраная трещотка бабушкина. То есть, поэтому тоже это все важные нюансы. Ну, аккорд, да, просто немножко вперед, но здесь это двор. Поэтому, нет, такого чувака брать ничего не надо. В плане гитары. Никаких упражнений он правильно не покажет никогда.